Владиславу 22 года. Он житель села Малая Токмачка. Сегодня с областного призывного пункта отправится на военную службу в Национальную гвардию Украины. Пришла повестка. Думаю, пойду. Так уж и быть. Рано или поздно все равно придется. Так как у меня высшее образование, я на год иду. На 12 месяцев. На службу отправился не раздумывая. Городные поддержали его выбор. Мама немного поплакала. Папа сказал, иди. Ничего страшного. Не умрешь. Нормально в принципе отреагировали. С моими друзьями никто не служил. Я пошел первым. Сказали, молодец. Расскажешь, что там, как там. Может мы пойдем, а может и нет. Пожелали удачи. Сегодня лавы Национальной гвардии пополнят 53 человека. Всего с начала призывной кампании на срочную военную службу было отправлено более 600 парней возрастом от 20 до 27 лет. В зону АТО они не поедут. Сегодня мы отправляем 53 человека. Все они идут служить до Национальной гвардии Украины. Військовой частини, которая расположена в месте Золочев, Львовской области, Павлоград, Кривый Рег, Днепропетровской области. Призывники готовы до проходения військовой службы. Они прошли поглубленный медицинский взгляд. С ними попрацевали психологи. Прессионный психологический отбор. И они готовы защищать свою батьковщину. С гордостью идет на военную службу Владислав. Остальные призывники также готовы отдать свой долг родине. И уже через несколько дней обычные ребята превратятся в настоящих военнослужащих. Поначалу как-то переживал, потом сюда приехал, как-то встретился с ребятами, с которыми служить буду вообще так. Сдружились были, ну так хорошо. Без переживаний вообще. Все смеются, улыбаются. Настроение позитивное. Никто нос не вешает. Думаю, все будет хорошо. Всего на протяжении призывной кампании Запорожской области на военную службу отправится около 800 человек. Евгения Али, Константин Пороскевич, ТВ5.